Министерство обороны России подводит итоги испытания самого современного оружия, которому еще нет аналогов в мире. Это мобильный комплекс «Искандер-М» с высокоточными крылатыми ракетами, которыми можно управлять и после запуска. Для противника такой комплекс практически неуязвим. Новинкой уже заинтересовались иностранные государства. Подробнее Дмитрий Кочетков. 24 минуты полета, скорость 250 метров в секунду, отклонение от траектории менее 30 метров. Испытания на полигоне Капустин-Яр прошли успешно. Оперативно-тактический мобильный комплекс «Искандер-М» — это суперсовременное оружие. Высокоточную крылатую ракету можно наводить на цель с помощью космических средств разведки или беспилотных летательных аппаратов. Управлять «Искандером» можно на всей траектории полета. На пусковой установке сразу две ракеты. Через минуту после пуска первая из них может стартовать вторая. Базовая модель уже принята на вооружение. В базовом варианте они уже есть. У нас первая бригада оснащена этими комплексами. Что касается дальности крылатой ракеты, я не буду называть конкретную цифру этой дальности. Она повышенная. Она укладывается пока в те нормы, которые Российская Федерация взяла на себя. Но именно пока. Первый дивизион таких ракет уже поставлен в Северокавказский военный округ. А к 2015 году в Российской армии будет пять бригад «Искандеров». Конечно, к такому оружию проявляют интерес за рубежом. По международным обязательствам, взятым на себя, и Россия их точно совершенно нарушать не будет. Мы можем продавать теоретически такие системы с дальностью ракеты не более 300 километров. А то, что мы делаем для собственной армии, это совершенно другой вопрос. Конструкторы и военные работают над модернизацией «Искандера». Мощная система преодоления противоракетной обороны противника делает комплекс практически неуязвимым. Первый вице-премьер Сергей Иванов и министр обороны Анатолий Сердюков наградили боевой расчет, который провел успешный запуск. Дмитрий Кочетков, Первый канал. Дмитрий Кочетков, Первый канал.